Коллеги, у нас сегодня 10-й семинар нашей лаборатории, и помимо того, что он юбилейный, на этом семинаре будет представлять свою дипломную работу первый выпускник, который заканчивает магистратуру, делая диплом в нашей лаборатории. То есть это в каком-то смысле такой знаковый семинар. Максим Шацкий, выпускник СФАКа, он занимался этой работой с 2019 года. Начало работы было связано с участием в коммерческом проекте, а затем эта работа переросла в некое поисковое исследование. И Максим сейчас о нем расскажет. Максим, у вас 30-40 минут. Я предлагаю дать слово Максиму, он расскажет о своей работе, и потом мы будем задавать ему вопросы. Еще раз здравствуйте, коллеги. Я хочу сначала спросить, я правильно понимаю, что вы сейчас видите изображение серого слайда во весь экран? Все так. Да. Хорошо, тогда начнем. Еще раз здравствуйте, меня зовут Максим Шацкий, и я делаю доклад о применении методов анализа данных в разработке средств интеграции платформ суперкомпьютерного моделирования при моделировании акустического поля космодрома при старте ракеты. Целью этой работы является исследование акустических нагрузок на различные участки ракеты при ее запуске, а также проверка гипотезы о снижении уровня этого шума за счет подвода воды в струю выхлопных газов. Также я намерен продемонстрировать эффективность идеи разделения задачи на подзадачи, решаемые разными платформами суперкомпьютерного моделирования. Если решать задачу без упрощения и максимально подробно, то расчетная область может составлять сотни тысяч кубических метров. При этом нам нужны ячейки, достаточно малые для разрешения таких мелких объектов, как, например, длинные высокочастотных волн. Объемы такой ячейки легко может уступать объему расчетной области на 10 порядков. Конкретно в моем примере это отношение составило 15 миллиардов, и прогнозируемое время расчета на тысячи ядер суперкомпьютера Невскурчатовский институт составило 85 лет. Поэтому мы вынуждены выбирать между точностью вычислений и временем, которое мы потратим на получение результата. Более грубая расчетная сетка, которая разрешает мелкомасштабные объекты только в области их возникновения, все равно требует очень больших вычислительных мощностей. Еще одним решением для упрощения вычислительной задачи является разделение основной поставленной задачи на подзадачи, решаемые разными платформами суперкомпьютерного моделирования. Это позволяет использовать преимущества сразу нескольких платформ, а также избегать лишнего ущерба и их недостатков. Подзадачами являются численные моделирования событий, происходящих в зоне 1, движение волхопных газов из сопла ракеты в газоход, движение струи по газоходу, впрыск водяных струй, взаимодействие водяных капель с газом, взаимодействие компонент газа между собой. В зоне 2 моделируется истечение струи из газохода в открытое пространство, развитие струи и образование газодинамических неустойчивостей. В зоне 3 производится расчет акустической нагрузки в заданных точках микрофонах на основе данных, полученных из зоны 2. Использование нескольких различных платформ суперкомпьютерного моделирования требует их интеграции. Еще одним упрощением являются предположения о симметричности нашей задачи относительно оси симметрии ракеты, ну или плоскости, которая тут проходит. Нам достаточно смоделировать только распространение газа в одном из газоходов, а затем оценить результат, исходя из того, что в другом газоходе происходило все то же самое. Сначала важно понять, а что именно создает шум при старте ракеты и какие из этих источников влияют на саму ракету, а какие нет. Научная литература выделяет следующие источники шума при старте ракеты. Это шум крупномасштабных или мелкомасштабных турбулентностей, шум взаимодействия ударно-волновой структуры с ними, шум резонансных режимов течения, шум взаимодействия струй газа с конструкцией газохода и шум от самих струй воды. Образующиеся при относительном движении двух слоев сплошных средней устойчивости взаимодействуют со средой, создавая акустическое излучение. Источники разных типов создают звук с разными параметрами. Так, например, излучение от крупномасштабных турбулентностей очень мощное, но направлено преимущественно вдоль потока газа и не оказывает влияние на ракету. Звук мелкомасштабных турбулентностей рассеивается в разных направлениях, подвергая опасности в том числе и конструкцию запускаемой ракеты. Для подавления шума могут применяться разные механизмы. Самым эффективным был призван механизм шумоподавления за счет впрыска воды прямо в струи выхлопных газов ракеты. Этот механизм используется повсеместно при запуске ракет космического назначения. Большие облака газа, которые мы можем наблюдать при старте ракет, это облака пара от испаренной воды, подведенной в струю. На отрывке из видеотестирования реактивного двигателя можно увидеть радугу, образованную неиспарившимися частицами воды. Струи воды разбиваются на капли, забирают из струи тепловую и кинетическую энергию на собственный разгон, нагрев и испарение. Те капли, которые не успели испариться, еще и рассеивают фронты акустических волн, мешают образованию кондерентных резонирующих источников звука. Вырывающиеся из распылителей струи газа, струи воды, претерпевают две неустойчивости. Сначала поверхность струи искривляется под действием гидродинамической неустойчивости Тельвина-Гельмгольца, а затем многократно разрывается на отдельные капли под действием гидродинамической неустойчивости релея плато. Итак, уже несколько раз упоминались гидродинамические неустойчивости, образующиеся в наших процессах. Рассмотрим их подробнее. Гидродинамическая неустойчивость Тельвина-Гельмгольца описывает развитие искривления границы двух слоев сплошных сред, движущихся друг относительно друга. При наличии сколь угодно малого искривления этой границы и выполнении условия, что число Ричардсона меньше 1 четверти, на границе двух слоев начинают возникать сначала волны, затем турбулентные вихри, вихри растут в размерах, затем то же самое начинает происходить на границе самих вихрей и так далее. Гидродинамическая неустойчивость релея плато описывает разрыв струи на капли под действием поверхностного натяжения, а затем самих капель на меньшие капли. Таким образом, в исследовании акустического поля космодрома при старте ракеты наблюдаются физические процессы и объекты очень сильно разнящихся масштабов. От крохотных капель водяной пыли до 30-метровой ракеты и 100-метрового газохода, по которому со сверхзвуковой скоростью движется струя выхлопных газов. Для того, чтобы решить такую задачу за адекватное время, нужно принять ряд допущений, которые бы нашу задачу могли упростить. Мы не будем учитывать шум от строй воды, потому что он очень мал по сравнению с остальными акустическими нагрузками. Подавление водяной завесы, потому что от водяной завесы почти ничего не остается. Ее моделирование еще и вычислительно очень сложно. Наличие акустических компонентов в газе после выхода из газохода не учитывается, потому что это, опять же, вычислительно сложно, но особого влияния не оказывает. Самые значимые процессы, связанные с наличием разных компонентов в составе смеси газа, по нашему предположению, происходят внутри газохода. А их-то мы как раз учитываем. Шум, проникающий через отверстия в стартовом столе, то есть прямо под слофом ракеты, не учитывается. Потому что он мал по сравнению с шумом от струи, вышедшей из газохода. И вообще, на раннем этапе развития струи, ее скорость настолько велика, что шум просто уносится вместе со струей. Мы также пренебрегаем реальным количеством капель, потому что суперкомпьютер нравится их считать. Мы допускаем, что капли образуют кластеры, ведущие себя синхронно. И считаем эти кластеры единым целым. А в дальнейшем рассчитываем поведение уже всего кластера. Что еще? На поле со стартовым столом есть неучитываемые постройки. Например, цех вертикальной сборки ракеты или водонапорная башня. Мы считаем, что они далеко и незначительно влияют на наши результаты. Также не учитывается возможный ветер, который незначительно повлиял на движение струи и газа в газоходе. Не учитывается отражение волн от самой ракеты. Потому что мы считаем, что основной источник шума – это волны низких частот. И еще мы допускаем, что физические процессы в двух симметричных газоходах происходят тоже симметрично. То есть нам достаточно просчитать только половину всей задачи, а потом преобразить результаты, предполагая, что с другой стороны все происходило точно так же. Математическая модель в зоне 1 включает в себя модель газодинамики, состоящую из уравнений баланса массы, импульса энергии и движения отдельных компонент газа. Также присутствует модель капельного потока, описываемого уравнениями баланса массы, энергии и вторым законом Ньютона. Еще есть математическая модель, описывающая связь между капельным потоком и газом в виде силы сопротивления, действующей на капле со стороны газового потока, и модели испарения капель. Для моделирования испарения капель реализована модель сплодинга. Скорость испарения капли, в которой учитывают зависимость от плотности пара вблизи поверхности капли, диффузии водяного пара, поток входящей энергии учитывается при расчете массового числа сплодинга. Пространство в зоне 1 разбивается на элементарные объемы так, чтобы обеспечить высокую плотность ячеек в небольшом слое вблизи дна газохода, где уже на ранних этапах развития струи начинают образовываться гидродинамические неустойчивости тельвена Дельмгольца. Как видно из картинки, область подробного разбиения несимметрична, потому что, как уже говорилось, предполагается подробно моделировать движение газа только через один из двух склонов газохода. Время разбивается на интервалы для интегрирования так, чтобы на один интервал частица струи не успевала пройти больше одной ячейки расчетной сетки, даже в области подробного разбиения. Математическая модель в зоне 2 схожа с математической моделью зоны 1, просто в упрощенном виде. Она не учитывает наличие разных компонентов в газе, также движение и испарение капель воды. Как уже упоминалось, мы считаем, что основную часть своего влияния на шумоподавление капли воды оказывали в первой зоне, и во второй мы только уже наблюдаем результат. Апроксимация в зоне 2 сильно отличается от апроксимации в зоне 1 тем, что после выхода струи газа из газохода мы пренебрегаем геометрией газохода и предполагаем, что струя движется в полуограниченном пространстве со стенкой с одной стороны, а именно снизу. Это позволяет нам отказаться от использования статической расчетной сетки в пользу динамической, которая адаптируется под скорость газа в той или иной области пространства локально менее оплотной своего разбиения. Вместе с отказом от большинства уравнений математической модели зоны 1 адаптивная сетка позволяет настолько сильно сэкономить вычислительные ресурсы, что даже несмотря на рост числа ячеек расчетной области более чем на порядок, вычисления значительно ускоряются. При моделировании развития струи вне газохода мы получаем данные о ее акустическом поле в непосредственной близости от струи. И теперь перед нами стоит задача оценить, какое влияние эти акустические колебания оказывают на ракету, находящуюся за пределами зоны 2. Математическая модель зоны 3 основывается на акустическом уравнении Лайфилла, являющемся формой его нового уравнения. Теория Лайфилла построена на основе модели вязкой сжимаемой среды и связывает изменения параметров течения с распространением волн плотности в среде. Предполагается, что звук рассостраняется в некой идеальной неподвижной среде, а все остальные слагаемые, присутствующие в правой части уравнения, являются просто внешними источниками звука. Уравнение Лайфилла преобразуется в акустическую аналогию Фокс-Уильямса-Хоттинга, в которой предполагается, что источник звука можно разделить на поверхность, излучающую большую часть звука, и остальную область, излучение которой пренебрежимо мало. Апроксимация в зоне 3 предполагает, что вместо решения в дифференциальной форме уравнения Фокс-Уильямса-Хоттинга используется интегральная формулировка. Это позволяет не решать волновое уравнение, а вычислять вклад в акустическое поле от рассматриваемого источника, например, струи, с использованием решения уравнения аэродинамики. Акустическое поле вычисляется в заранее выбранных точках микрофонах. Это позволяет сильно сэкономить вычислительные ресурсы, потому что по акустической аналогии предполагается, что форма сигнала в точке микрофона зависит в первую очередь от сигнала, излучаемого поверхностью. Уравнение предполагает интегрирование сигнала по поверхности. При апроксимации поверхность разбивается на грани, таким образом происходит апроксимация по пространству. При интегрировании уравнения, опять же, возникают три слагаемых, два из которых отвечают за звук с поверхности и один за звук из пространства. И вот это квадрупольное приближение считается незначительно малым, и мы отказываемся от его учета. После того, как мы смоделировали акустическую нагрузку от одного газохода, нужно определиться, как учесть нагрузку от второго. Для этого было использовано три способа. Первый — это предположить, что вклад в общее акустическое поле от каждого из газоходов в одной точке на поверхности ракеты одинаковый. Так как эти точки очень близки к оси симметрии, значит, можно считать, что просто вклад одинаковый. Тогда можно добавить к полученному уровню шума 3 дБ, что имитировало бы прибавку точно такого же по мощности неконгерентного сигнала. Другие способы предполагают, что акустические поля, создаваемые левым и правым газоходами, симметричны. Тогда вклад в общее акустическое поле в точке 1 от газохода слева будет эквивалентен вкладу в точке 4 от газохода справа. И таким образом суммарный шум от обоих газоходов в точке 1 можно вычислить, сложив акустические поля точек 1 и 4 от одного из газоходов. Ну и тогда есть еще два пути решения. Первый путь — это взять либо корень из суммы квадратов амплитуд сигналов в точках 1 и 4, предполагая, что сигналы не имеют постоянного фазового отставания на всех частотах. А второй путь — это сложить два сигнала в чистом виде и проанализировать конечный сигнал. Дело в том, что расчетный модуль в зоне 3 в качестве выходных данных возвращает табличную функцию отклонения давления от среднего значения. И мы вполне законно можем провести такое сложение. Просто получить результирующий сигнал. Еще одно важное и, возможно, грубое допущение состоит в том, что мы считаем саму ракету прозрачной для акустических сигналов. Несмотря на то, что так можно считать только для волн больше и сравнимых по размерам с диаметром ракеты. Диаметр ракеты составляет 3 метра и соответствует длине волны звука на частоте всего лишь 114 Гц. Это значит, что для волн большей частоты посчитанный нами суммарный спектр будет заведомо выше реального. Впрочем, нас устраивает такой результат, потому что мы стремимся оценить акустическую нагрузку на ракету сверху, а не снизу. На графике представлена зависимость соотношения длины волны к диаметру ракеты от частоты и теоретический спектр, взятый из руководства к ракете. Но это спектр звука под обтекателем для спутника, который там находится. Архитектура программы, проводящая вычисления в трех зонах, устроена следующим образом. Зона 1. Движение сверхзвуковой струи выхлопных газов и капель воды по газоходу в взаимодействии с газотражателем стенами газохода и каплями воды вычисляются с помощью OpenFont. Это платформа суперкомпьютерного моделирования механических процессов в сплошных средах, поддерживающая моделирование широкого спектра явлений. Зона 2. Сечение строй газа из газохода. Ее расширение, образование неустойчивости Кельвина-Гельм-Гольца и излучение звука все это вычисляется с помощью AMREX. Это другая платформа суперкомпьютерного моделирования. Она обладает возможностью динамического разбиения расчетной области на конечные объемы. И таким образом поддерживает баланс между скоростью и точностью расчетов. Зона 3. В зоне 3 разустранение акустических волн в свободном пространстве между газоходом и ракетой проводится по аналогии Фокс-Виллимса Хоттинга и вычисляется с помощью библиотеки либо Acoustics. Все программные пакеты имеют открытый исходный код. Принцип работы разрабатываемого интерфейса между зонами 1 и 2 на основе пропер-ортогонов декомпозишн и дискретного преобразования Фурия заключается в следующем. Между зонами 1 и 2 устанавливается поверхность, которая является интерфейсом для сбора данных газодинамических параметров в зоне 1. Собранные данные о течении раскладываются на моды по времени и по пространству. Каждая временная и пространственная мода не зависит друг от друга. Моды по времени постоянны в пространстве, а моды по пространству неизменны во времени. Это позволяет интерполировать данные по пространству и экстраполировать данные по времени. Моды по времени раскладываются в гармонические спектры с помощью дискретного преобразования Фурия. И мы предполагаем, что если изменение параметров на выбранной поверхности носит установившийся и периодический характер, то в спектрах должны доминировать одна или несколько ярко выраженных гармоник. На деле оказалось, что к каждой моде соответствует своя уникальная частота. Моделирование в зоне 1 ведется до тех пор, пока на поверхности интерфейса не установятся гармонические колебания газодинамических параметров. Затем в течение некоторого времени ΔT1 ведется сбор данных на этой поверхности. В зоне 2 эти данные используются в качестве граничных условий, которые экстраполированы во времени. То есть мы делаем допущение, что в дальнейшем газодинамические параметры ведут себя схоже с измеренными в зоне 1 в течение ΔT1. Кто-то что-то хотел спросить? Тогда продолжаем. Итак, как я уже говорил, в зоне 1 в течение ΔT1 собираются данные о температуре, давлении и компонентах скорости среды, которые потом преобразуются, чтобы выделить несколько основных мод, а затем экстраполировать результат во времени. Разложение делается с помощью преобразования Proper Orthogonal Decomposition сокращенно POT. Если это преобразование выражает изначальную матрицу данных о зависимости газодинамического параметра в точке от времени через произведение двух матриц пониженной размерности. Одна матрица состоит из мод по пространству, которые обозначают независимые от времени срезы. Другая матрица состоит из мод по времени, которые показывают усредненную по пространству поведение величины во всех точках. Если перемножить эти две матрицы, то получится исходная матрица данных с, может быть, небольшим отклонением. Моды имеют убывающую значимость при восстановлении исходных данных, так что, как правило, можно выбрать несколько первых значимых мод по каждой величине и потерять незначительную часть информации об исходных данных. То есть метод POT позволяет сэкономить дисковое пространство для хранения данных или ускорить их дальнейший анализ. Валидация. Для проверки правильности работы компонент была проведена валидация на типичных проверочных задачах механики сплошных сред и акустики. Это моделирование неустойчивой сети Эльвина-Гельмгольца, обтекание прямого и обратного уступа, смешение струй, испарение капель, акустические поля акустических диполя и монополя. В задаче рассматривались два расчетных случая. Это запуск ракеты с подачей воды и без подачи воды. В обоих случаях получались спектры звука и сравнивались, чтобы сделать вывод о влиянии подвода воды на уровень акустической нагрузки на ракету. Данные для формирования и расчетных случаев брались из следующих открытых источников. Для форм газохода и ракеты использовались фотографии, спутниковые снимки и руководство пользователя ракеты. Молекулярные свойства топлива крайне удачно нашлись на сайте Треницы колледжа в Дублине и выщетать из них газодинамические параметры на среде САПЛА помогли материалы сайта Национальной аэрокосмической ассоциации. Описание физических процессов при старте ракеты бралось из научной литературы, вот найти и повторить реальную модель подвода воды не удалось, так что она была построена по параметрам из научных статей, в которых исследовалось влияние подвода воды на подавление шума реактивных струй. Для вычисления акустического поля космодрома при старте ракеты нужно смоделировать первые 2-3 секунды движения газов по к заходу. У ракеты одно единственное САПЛА и скорость и температура на среде САПЛА указаны на слайде. Высота ракеты 30 метров, ширина газохода в обе стороны около сотни метров, высота расчетной области была взята 50 метров. Поверхность для подпреобразования стояла на границе внутренней и внешней части газоходов. На ней собирались данные о температуре, давлении и компонентах вектора скорости. Система подачи воды была взята из научной литературы, поставлена в условное место под основанием ракеты. Схема расположения распылителей вы видите на слайде. Это 8 распылителей расположены по кругу под прямым углом к ракете и угол распылы такой, чтобы охватывать струю. расход воды был взят в 5 раз больше, чем расход топлива ракеты, потому что, опять же, по научной литературе на таком значении достигалось практически максимальный уровень шумоподавления. при расчете акустики в зоне 3 было выбрано 12 точек микрофонов, в которых проводилось измерение, 4 у обтекателя, 4 где-то посередине высоты и 4 у основания ракеты. при сложении шума двух источников использовались все три метода. Было видно, что сложение квадратов амплитуд и добавление 3 дБ к больше из них дает практически идентичный результат. для точек у обтекателя и для точек у середины. А вот сложение двух сигналов в чистом виде дает просадки. Потому что мы уже складываем не уровень акустической нагрузки, а прямые сигналы. И в каких-то частотах они могут друг друга подавлять. Вычислительная сложность задач в каждой зоне. В области 1, где работала платформа OpenFone, была воссоздана подробно геометрия газохода с сильным уплотнением на дне. Всего в расчетной области оказалось 7,5 миллионов точек ничеек точнее. Использовалось 600 ядер научно-исследовательского центра Курчатовский институт. И расчет велся в течение примерно 7 дней, когда подачи воды не было, и в течение примерно 12 дней, когда была добавлена подача воды. Область 2 считалась с платформой Amrex. Там, как я уже говорил, на порядок больше ячеек оказывалось в расчете, но расчет длился гораздо быстрее за счет упрощения системы уравнений. Область номер 3 вообще считалась на одном ядре несколько часов и давала результат для всех микрофонов сразу. В результате получились вот такие два спектра левой без подачи воды правой с подачей и общий уровень шума в общем-то уменьшился на 6 дБ. То есть амплитуда упала примерно в два раза. Спектр снаружи обтекателя схож со спектром внутри, потому что либо воды много, либо сетка не очень подробная, может быть входные данные не совсем точные где-то. На слайде представлен список источников, которые я использовал для выполнения работы. На этом слайде представлены основные итоги работы. Прошу задавать вопросы. Коллеги, есть ли у вас вопросы? Я опоздал немного, но вопрос такой. Вот там было про 3 дБ, и то, что это совпадает с среднеквадратичным из суммы двух сигналов. Откуда берутся эти 3 дБ? белые что это? это? Так. Максим, можете открыть схему, где у вас точки от разных микрофонов находятся? Там, где вы объясняете сложение сигналов? А, сейчас. О. Как я уже говорил, есть 3 способа сложить 2 сигнала. По крайней мере, я нашел 3 способа сложить 2 сигнала. Первый из них это предположить, что сигнал идентичный, и он просто умножается на 2. Тогда к его силе акустического давления нужно добавить 3 дБ. А зачем их складывать? Потому что мы в нашей задаче моделировали только одну половину газохода, чтобы время выиграть. А потом мы сказали, что с другой стороны все симметрично происходит, и нужно только подумать, как сложить сигналы. Так, и здесь откуда-то берется эти 3 дБ. сигналы, то есть там, а зачем вот, например, имеет смысл, если речь идет о спектре, именно, а не о самом сигнале, спектры там можно осреднять, то есть, например, взять действительно сумму квадратов и поделить на их количество, и получится примерно осредненный именно спектр, ну, спектр амплитуды, например, спектр энергии. Сами сигналы, конечно, складывать нельзя, потому что они там могут по фазе различаться и таким образом друг друга там, каким-то образом накладываясь, они будут друг друга гасить, действительно. Ну, вот на этом слайде представлен анализ результатов без подачи воды, и тут видно, что когда прямое сложение сигналов, то происходят просадки. Если добавлять 3 дБ, или брать скорую сумму квадратов амплитуд, то результат практически идентичный. То есть 3 дБ, здесь такой эмпирический результат, да, то есть следствие, что получается? да. Это не совсем эмпирический. Если у нас есть два источника с одинаковой мощностью, то значит их амплитуда удвоится, понятно, что у них должна быть одинаковая частота и фаза. А в дБ удвоение это плюс 3 дБ. это вот оттуда. Вот в порядке ремархи можно на 34-м слайде? когда было сказано, что за счет добавления воды уровень шума снизился на 6 дБ, почему-то было сказано, что это в два раза, тогда это в 4 разное. А, да. Так. Сейчас. децибелы это логарифмы, поэтому если на 3 дБ это 2 раза, то 6 дБ это 4 раза. Это очевидно. Значит, там корень из 2 тогда, я прошу прощения. Да, там корень из 2. 3 дБ это 2 раза. Абсолютно. Да. Ну, значит, 6 это в 4 раза. Можно еще задать несколько вопросов? Я тут себе пометки делаю. Значит, вообще, я должен сразу сказать, что мне очень понравилась работа, видно, что решена большая, крупная задача, решена она, ну, действительно, здорово. Вот. Ну, вот по докладу конкретно, да, значит, как это будет представляться. Сейчас не будем опускать там мелкие вопросы, это можно в рабочем порядке обсудить потом. Вот смотрите, значит, там, где была математическая модель, это 14 и 16 слайды. Можно вернуться? Угу. Ну, чтобы конкретно, да, не на словах, так, нет, ну, видимо, значит, там 13 и 16, наверное, да, я немного ошибся. Да-да, вот 13 и 16. Значит, если я правильно понял, вот здесь ни на том, ни на другом, мы не заметили такой штуки, которая дает уровень состояния. Угу. Уравнение состояния совершенного газа. Ну, надо просто об этом сказать, надо ее добавить, потому что иначе математическая модель оказывается не запутать. Ну, да. Максим, записывайте. Да. Вот. Если бы, Илья. Да нет, ну, это такое, это порядки ремарки, это исключительно по желанию, как улучшить, чтобы это дело смотрелось, значит, ну, лучше как-то. Так, дальше, значит, вот давайте на 20-й слайд перейдем. Честно говоря, я не очень понял еще раз вот тот график, который нарисован, скажем так, в нижней правой части. Угу. Не могли бы еще раз пояснить, чтобы, значит, да, тут как-то непонятно. Во-первых, я его не доделал, во-вторых, я его не дообъяснил. Значит, это график, на котором представлены сразу две величины по своим осям. Одна – это отношение длины ракеты к диаметру ракеты, вторая величина – это теоретический спектр, который указан в руководстве к ракете. Теоретически экспериментальный, экспериментальный. Да, в нашей работе он считается теоретическим, на деле он экспериментальный. Это уровень шума под обтекателем ракеты, и мы отсюда можем сделать вывод, что ракета является прозрачной для звука. Название оси. Название оси. Ну, левый – это, видимо, уровень шума, да, это спектр, который относится к красному графику, так сказать. А правый – это отношение. А это отношение, значит, длины волны к, наоборот, диаметру ракеты, да? Да. И он должен продемонстрировать, что для определенной части спектра ракету можно считать прозрачной, потому что длина волны соизмерима с диаметром ракеты. Но это для такой небольшой левой части спектра. Ну да, да. Так. И отсюда я делаю предположение, что если мы считаем ракету прозрачной для звука на всех частотах, то, значит, результат нашей работы будет грубее ограничивать, грубее оценивать уровень шума сверху. Понятно. То есть вы дадите оценку сверху. Да. Но именно такая... но в принципе это справедливо было бы, даже если бы график, то есть это теоретический или экспериментальный спектр был бы каким-то другим. А при чем этот график? Ну, естественно, если вы не будете считать, скажем так, поглощение звука ракетой, да, то вы получите завышенные значения. Причем здесь график спектра? Мы хотели просто понять. Просто хотели посмотреть, какой диапазон и какие частоты туда попадают. Ну, тоже, вот любопытно, посмотрите, что получается. График спектра, он практически, ну, скажем, от 100, там, 20 с небольшим до без малого 140. А хвосты, так сказать, вот больше и меньшие частоты, больше и где-то же спектр должен, скажем так, в ноль уходить, потому что какие спектры разрешаются-то в этой задаче? До каких частот? Судя по этому графику, тут вообще трудно что-то понять. Либо график неудачный, либо по-другому объясняется. Может быть, надо убрать, да, этот график. Это все-таки, более того, это спектр под обтекателем. Это единственный материал, который мы смогли найти экспериментальный. Нет, я к тому имею в виду, что это означает, что если мы пойдем дальше, ну тут непонятно шкала, значит, сколько там справа, правая граница, тут не очень подписана. Она линейная, ну, наверное, по частотам. Ну, наверное, около тысячи, да, там где-то правая граница, тысячи, тысячи герц. Значит, получается, что и на больших частотах там тоже есть, в общем-то, существенный вклад в суммарную акустическую нагрузку. Как она там себя ведет? Ну, понятно, что где-то спадать должно быть. Да, тут график граничен всеми данными, которые были даны в руководстве к ракете. Там был дан только спектр вот на этих частотах. Ну, надо как-то, наверное, по-другому этот график представить, потому что он... Надо было масштаб, масштаб начинать от 100 дБ. Вот. Тогда он выглядел бы более привычно. Так, ну и теперь, на самом деле, вот мне, позвольте еще, да, свое мнение сказать. Обязательно. Вот смотрите, вот работа, она озаглавлена. Максим, можно вернуться к титулному листу, там, к цели работы, да, вот, которая была достаточно четко, ясно сформулирована применение методов анализа данных. Вот, вообще-то говоря, по поводу методов анализа данных и разработки средств интеграции, вообще-то говоря, мы услышали не так уж много информации. Мы услышали очень подробный рассказ про математическую модель, про подход, и это замечательно, это очень интересно, вопрос только ответ ли это на вопрос, так скажем, на тему работы. Вот, например, вот когда началось самое интересное, когда началось вот связь разных платформ и так далее. Вот 24 слайд, давайте вернемся к нему. Так. Вот, вот тут говорилось про пот, про то, как это происходит, там и так далее. А где оценки? Понимаете, вот, ну, вы бы хоть сказали, сколько вот этих форм надо взять, какой это дает погрешность, потому что это сказано какими-то самыми общими словами. А это, в общем-то, мне кажется, в этой работе это одно из, вообще, центральных вопросов. когда вы передаете данные из одного программного средства в другое, вы используете вот действительно такую эффективную методику вот этой под разложение, под декомпозицию, как ее называют, да, значит. Вот. Вот вы сказали о том, что действительно достаточно взять небольшое количество этих мод, там, пространственных или временных, чтобы получить результат с, ну, хорошей точностью. Какой хороший? Ну, приведите хоть какие-то оценки. Угу. Дальше. Когда говорилось про программные средства, там такая диаграмма была где-то рядом, на каком-то из соседних слайдах, простите, я номер не написал. Ну, там было написано OpenFoam, Amrex, где-то близко это было. Так, сейчас посмотрю. Наверное, в другую сторону. Есть вот такой. Да, вот пускай будет вот так, да, не так уж и близко, 33-й. Ну, допустим. Вот, смотрите, OpenFoam, ну, это понятно. Значит, но OpenFoam это платформа. А вот Leap Acoustics, вообще-то говоря, насколько я понимаю, он тоже в пределах OpenFoam функционирует. Ну, это же модуль, это же библиотека, она же в OpenFoam, ну, а как тогда понимать, понимаете, что так, чем тогда отличить с областью 1 от областью 3? Надо это значительно четче разделять. Вот. Потом хотелось бы еще тоже, если вы говорите про разные программные средства, как-то разделить, какие методы расчета используются и так далее. Потому что приводятся какие-то вот только результаты, причем в очень таком виде обобщенном. Ну, и, наконец, еще один вопрос. Раз уж мы говорим о том, что мы решаем задачи с использованием разных средств, вы их, естественно, как-то проверяли, там, валибитацию производили. Ну, и вот, например, 25-я, значит, слайд, 25-я страница. Вот вы тут так очень быстро перечислили задачи, но ничего не сказали ни про точность, ни про погрешность, ни про время. Вот. Почему вы там используете тот же самый Amrex? Там в начале было рассуждение по поводу того, что он позволяет хоть там и больше ячеек, но время сокращается на порядок, чтобы, ну, не дословно, да, но что-то подобное говорилось. Вот. А где валидация? А где гарантия того, чтобы все правильно сделали? Вот хотя бы на этих тестах, ну, надо же до числа 2 дня. Ну, тут, Илья, больше моя, конечно, вина, потому что доклад и так оказался раздутым, поэтому... Ну, если его сейчас оценить как доклад на семинаре, то это вполне нормально, мне кажется. Это даже может очень хорошо, если у вас, может, более подробно в задаче разобраться. Вот, понимаешь, еще такая история. Вот в дипломную работу, конечно, результаты должны войти в текст. Но там есть ограничения, 60 страниц сверху, а ограничения по времени доклада дипломной работы на сфаге, это 10 минут. Поэтому одна из причин, по которой я хотел, чтобы все послушали, чтобы понять, что вот из этих 40 слайдов оставить, чтобы... Нет, тут вопрос, это замечание к другому. Здесь нет данных, нет чисел, нет результатов. Ну, надо тогда, если этот слайд остается, в презентации на дипломную работу, то должны быть числа. Конечно. То есть, что вот предложенная методика, предложенные там методы, да, там бесконтритные, но позволяет получить результат там с такой-то погрешностью. Ну, или как-то это оценить, потому что, ну, красивые картинки, это здорово, но это как-то так... То есть, понимаете, работа-то проведена огромная, действительно огромная работа проведена, очень много данных получено. Так надо же их как-то представить и показать, и сказать, что действительно все сделано, ну, великолепно, она, в общем-то, наверное, так уникальна, можно сказать, в каком-то смысле уровня. И еще раз я говорю, мне очень понравилась эта работа, вот сама по себе. Как рассказано, видно, что это большая работа. Ну, понятно, что там не только автор работал, да, там коллектив работал, значит, но и вклад автора здесь несомненный. Вот, надо это представить. У меня там еще есть мелкие замечания, но это в рабочем порядке, может, сейчас. Спасибо. Матвей Викторович, можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Мне там вообще слышно, я тут первый раз в таком режиме участвую, не очень понимаю, что тут видно, у меня тут не все слайды, не целиком видны, но вопрос такой, такой традиционный, ну, для любой работы, тем более для такой огромной, кто-нибудь что-то подобное делал, пусть более простыми методами, хоть что-то как-то, чтобы вот результаты хотя бы качественно сравнить с чем-нибудь. Вот пусть не детально, но, понимаете, здесь как будто бы никто никогда этого ничего не делал, а, наверное, это все-таки не так. Ну, полномасштабный расчет газодинамики с водой, с акустикой никто не делал. Ну, вот это надо тогда обязательно сказать. Ну, а сравнить неполномасштабный, ну, насколько вот эта вода там понижает эту акустику, там, вот у вас полученные оценки, а у других сколько получалось, там, в два раза, в три раза, там, на 10 процентов. Вот как, есть полуэмпирические методики оценки НАСА, из которых мы выбирали расход воды, и там примерно тоже 5-6 дБ они сваривают. Вот это вот надо сказать, что его результаты не противоречат другим полученным там более простыми методиками или там эмпирически, и, возможно, их уточняют. Вот что-то вот такое надо обязательно, или в начале, или в конце. Спасибо. Вот у меня вопрос такой вот. Ну, вот Илья и Татьяна Геннадьевна немного, так сказать, то же самое вот я хотел сказать. То есть, первое, что если название, оно больше про методы, тогда надо как-то больше про методы и меньше про ракету, потому что, я так понимаю, на диплом время будет не очень много, там, не 30 минут, там, как-то это надо будет уместить, но у нас это действие. То есть, он готов, то есть, как-то подумать в этом плане, чтобы не было, скажем так, проблем. Расставить акценты. Да, да, то есть, расставить акценты на какое-то, то есть, ну, что это, это именно результаты газодинамики с водой, или это все-таки методы, значит, объединения разных пакетов, там, или пот. То есть, вот если где, еще вот слайд про пот, то есть, Максим, можешь повторить? Вот тоже немного не хватает, то есть, вот хотелось бы еще один слайд, где вот идет, например, несколько картинок, где вот идет по этому сечению для разных мод, чтобы посмотреть хотя бы осредненные значения, как себя ведут, например, поля течения, ну, чтобы продемонстрировать, потому что, ну, как бы, говоря, вот тут много людей с этим работали, они представление не имеют, а вот если там где-то защищать, то вообще на самом деле непонятно, что это такое, то есть, ну, не общую картинку, да, зона, а вот что именно получилось, в работе, то есть, вот в этом сечении, то есть, какие моды, что они там показывают, как это вообще использовать, то есть, потом про спектры, здесь этот, вот это трехоктавный спектр, или это как-то по-другому считалось? Трехоктавный. Ну, и тогда такое еще, ну, это надо тогда отметить, потому что, если трехоктавный, обычно они немного по-разному считаются, могут быть разные результаты, ну, что просто трехоктавный спектр, вот, и что, ну, если оценивается влияние с водой, то влияние, это обычно всегда какая-то дельта, то есть, может есть смысл привести еще дополнительный график дельты, то есть, дельта воды в зависимости от частоты, плюс еще разрешающая способность, все-таки, какой спектр был разрешен, то есть, что было разрешено, что какая-то оценка хотя бы, потому что, ну, тут видно по графику, можно представить, что вот где-то между, там, 600, то есть, где-то в районе до 3000 Гц было разрешено, да, 2000 Гц, скорее всего. Да, или я, извиняюсь, Андрей, вот примерно мы так и думали, что, ну, тогда надо просто, ну, да, то есть, оценку дать и сказать, что вот разрешается, зависимости, там есть разные критерии, то есть, и обрезать график так, чтобы, как-то не смущало, потому что, там, график уже какой-то не очень, вот, и тоже, ну, мне кажется, что надо какой-то результат, что чего-то наложить, кто что делал, ну, если вот работа с труей, хотя бы с преградкой, ну, чтобы уровень, он хотя бы похожий, что не противоречит, там, другим работам, ну, то есть, вот такого плана, потому что получилось, что вы насчитали, а где хоть какое-то, какое-то сравнение, что это может быть правдой, то есть, ну, какую-то вот оценку дать, что, ну, вот там, по, не знаю, методике НАСА, там, сходится, там, не сходится, по методике, там, где-то там японцы считали струи, тоже там, что-то наложить, ну, плюс-минус, там, 5 децибел, например, ну, сходится, ну, то есть, такого плана, то есть, ну, вроде как, ну, больше такого, больше, наверное, замечаний таких нет. Добрый день, это Сергей Стрижак, Матвей, можно мне задать вопросы? конечно. Вот, Максим, а можно вот вернуться на те слайды, которые посвящены математической модели, там, по-моему, номер 13, да, вот, начинается. Ага. Вот, у меня вот какой вопрос, вот здесь было отмечено, что отсутствует уравнение состояния, а вот не могли бы вы как-то прокомментировать, вот мне кажется, что мы здесь говорим про зону 1, и здесь, наверное, рассматривается, скорее всего, турбулентный режим течения, правильно? Вы оценивали какие-нибудь характерные безразмерные параметры? Ну вот, например, число хоринольца, или может быть, какой-то безразмерный параметр, который относится к уровню, ну, колебания, вот, газовой струи, ну, может быть, описывающий нестационарный какой-то процесс. То есть вот не хватает явно вот безразмерного оценки исследуемого физического процесса с точки зрения характерных безразмерных параметров. Ну, например, там число ринольца, число нуссельта, число струхаля, которое, ну, вот, связано с частотой колебаний. Это первое. Мне кажется, было бы правильно указать вот эти вот параметры. Второе. Вот в математической модели, вот, есть в зоне 1, вот, мы говорим здесь про моделирование турбулентного режима течения. Использовалась ли здесь какая-то модель турбулентности, или она не использовалась? Я так понял, что нет, только вот эти уравнения. В жизни все получалось. Ну, вот продолжение вопроса Сергея. Очень правильный вопрос, мне кажется. Но здесь, здесь же есть, вот вернитесь на предыдущий слайд, но вот здесь есть тензор вязких напряжений, он упоминается. Вот, видимо, как-то этот тензор, он будет расписываться, он, он согласно какой-то модели турбулентности, или я не прав? Или, Матвей, это что, это ламинарный режим течения рассматривается? Можно вопрос чуть по-другому поставить? А какой решатель-то использовал в OpenFore? Решатель использовался, который наш гибридный. То есть, это течение для вязкой... Понятно, хорошо. А способ аппроксимации вот тензора вязких напряжений-то какой? Центральное разовство. То есть, фактически полуминарной модели. А, значит, здесь использовалась модель одного уравнения Калмагорова. Значит, но при этом надо понимать, что поскольку OpenFore режет порядок, то это некая помесь Implicit Les и так называемого Implicit Les и, значит, вот модели одного уравнения метода крупных вихрей. То есть, здесь использовалась в постановке метод крупных вихрей для вот такого двухфазного течения. Правильно, Матвей? Да, двухкомпонентного совершенно верно, но вот как правильно нам сделали замечание профессионалы и я, значит, штудировал литературу по этому поводу, я понял, что классический метод крупных вихрей в том виде, в каком он предлагается, он в методах второго порядка нереализуем. Просто потому, что ошибка округления будет больше, чем слагаемая. Поэтому это можно назвать методом очень крупных вихрей, скажем так. То есть, в этой математической модели все-таки рассматривалось какое-то уравнение для величины К, ты сказал. К, это что? Это кинетическая энергия? Да, подсеточная кинетическая энергия турбулентности. Это очень скользкий вопрос, и я бы его, значит, как-то постарался бы элегантно обойти. Ну, то есть, здесь рассматривался все-таки этот турбулентный режим, да, течения для какого-то характерного числа ренольца, наверное, да? Да, но обоснование выбора модели, оно выходит далеко за рамки дипломной работы. Я скажу прямо, потому это не все так просто, когда методы второго порядка. А вот проверка этого подхода в модели зона-1, она присутствует на каком-то слайде, где вы говорите о том, что это обоснованно, этим можно пользоваться, ну, хотя бы на какой-то тестовой задачке. это есть, да? Ну, вот есть только такой слайд. Задачи со струями, Сергей, делались. Задачи со струями. В этих задачах при меньших числах ренольца, но все равно достаточно высоких получалось приличное совпадение. Другое дело, что вот сэкономили место, что уж там говорить, и поэтому результаты численно не приведены, а просто сказано, что вот запускались следующие типы задач. Ну, тогда, ну, по крайней мере, мне кажется, было бы правильно сказать вот про особенность этого метода, как ты его называешь implicit less, и я даже вот знаю, что люди работают в этом направлении, это целый научные коллективы, которые занимаются этим направлением, и книги пишут на эту тему, ну, как-то об этом надо, наверное, сказать в описании математической модели, вот, и, ну, все-таки предлагаю вот где-то использовать безразмерные параметры для описания вот характерных масштабов, это очень важно, мне кажется, вот, теперь вот у меня вопрос, я тоже предлагаю вернуться на слайд, посвященный ПОДу, вот, и здесь вот тоже не хватает информации, вот, правильно, мы говорим о том, что здесь формируется корреляционная матрица, правильно, Максим? Ну, да, я неподробно расписал алгоритм тут. А вот что является элементами корреляционной матрицы, какие физические величины или величина? Это что? реализационная матрица, это произведение исходной матрицы на транспонированную исходную матрицу. А вот у нас есть здесь скорость, это три компоненты скорости, температура и давление, вот, что является, ну, там же в матрице какие-то значения, вот, эти значения, они берутся из результатов расчета, правильно? Да, да, да. То есть это мы, вы насчитали. Вот, что есть элемент этой матрицы? Это что? Ух, это П или Т? Это что? Я бы это понимал как квадрат величины. Квадрат величины. Это имеется вариационная матрица, которая является промежуточным значением в подразложении. она потом как результат нигде не фигурирует. Ну, вот, мы насчитали, мы насчитали поля, правильно? Временные срезы. Да. У нас есть значения У, П и Т. Вот, дальше, что происходит? Формируется вот эта матрица каким-то образом. Вот, здесь показана вот некая сетка или поле. На слайде показаны только исходные данные и конечные. Что между ними происходило, тут не показано. Не показано. Вот, я могу объяснить, что между ними происходило. Я могу по вашему совету сделать на эту тему пару отдельных слайдов. Вот, не очень понятно, что вы рассматривали, какие физические величины брались. Либо, наверное, это скорость, либо давление. Другое. Нет, все величины брались, Сергей. Все величины, все величины, потому что там внизу этого газохода скорости транс или сверхзвуковые, поэтому надо все три величины брать. Три величины? Ну, три, вообще пять, да, потому что три компоненты скорости, температура и давление. Ну, хорошо, вы мне потом поподробнее объясните, как вы это делали, но я вот соглашусь тоже, что здесь не хватает оценочных данных, то есть вот этот метод POT, в чем его преимущество, то, что он в рамках этой задачи мы находим собственные значения, да, мы решаем задачу линейной алгебры, находим собственные формы, emails, или формами, мы находим наизм значения father моды, а по какому ненужные. То есть вот здесь не говорится про это. Илья сказал, Илья Константинович, что нужно на это обратить внимание. Но вот это вот не очень понятно. То есть, наверное, 5 оставили, а 95 отбросили. Так приблизительно? 50 оставили. 50 оставили, а отбросили какие-то там сумасшедшие тысячи. Но вот по какому по какому критерию вы оставляли и по какому отбрасывали? Я почему спрашиваю? Потому что такой критерий есть, а вы об этом не сказали. Максим прекрасно знает про этот критерий, потому что под выстраивает моды по убыванию величины собственного числа. Но есть еще и другой критерий, а именно частота. Если Максим вернется сейчас к картиночке, где нарисовано качественно, как, что происходит с частотами, так вот оказалась очень интересная штука. Оказалось, что каждая мода колеблется вокруг одной гармоники. И, значит, если посмотреть частоты вот этих гармоник, то выяснится, что есть те частоты, которые находятся примерно в диапазоне исследуемого акустического поля по частотам, а есть те гармоники, которые выходят за этот диапазон. И вот если брать вот эти гармоники, то от них толку не будет никакого, потому что схема их размажет, и все равно в расчете мы их учитывать не будем. И поэтому обрезание было по гармоникам, которые по частотам. Понятно? Ну, то есть, был какой-то критерий, который был еще связан с оценкой частоты, так что ли, да? Да, совершенно верно. Оказалось, крутая штука, что каждая гармоника соответствует одной подмоде. Вот. Это очень интересный результат. А вот вопрос еще вот по поводу подметода. Вот в классическом подметоде мы определяем фактически некую физическую величину и ее раскладываем по сумме вот этих значимых мод, да? Которые вот, ну, фактически значимая мода, это является собственный вектор, вот, который мы находим в решении задачи линейной алгебры. теперь, вот, когда мы раскладываем искомую функцию у, мы ее представляем как сумму и там, значит, вот формула коэффициента а и т умножить на некую там фи и т, где фи и т, это в нашем понимании значимая мода. Вот, есть еще отдельная задача нахождения коэффициентов а и т. Вот, решалось ли в вашем методе эта задача? Находили ли вы эти коэффициенты? Или это вообще не делалось и что-то по-другому делалось? Коэффициентами называют то, что я называл модами по времени. Вот, коэффициенты а и т от т, да? Да. Вот эти коэффициенты. Так вот, оказалось, что они колеблются вокруг нуля и у каждой мода этот коэффициент колеблется с одной частотой. и поэтому каждый коэффициент можно заменить кусочком ряда фурье. А еще раз, а как вы находили эти коэффициенты а и т от т? Вы их раскладывали? В процессе расчета. В процессе расчета. Мы сначала получали а и т от т, а потом, используя быстрые преобразования фурье, узнавали члены ряда фурье, значит, дискретного ряда фурье, которые потом использовались для аналитических выражений а и т от т. то есть, Матвей, можно, ты хочешь сказать, что вот эти коэффициенты а и, если их представить в виде ряда фурье, то они представляют из себя простые гармоники, то есть, а и т т, это не какой-то сложный сигнал суммы, там, гармоник, как обычно, как, ну, в общем случае, оно так и есть. А вот в этом случае получилось, что это простые гармоники, да? Совершенно верно. И это нам очень сильно, значит, помогло, и мы решили, что таким образом можно экстраполировать данные по времени, сохранив, ну, хоть какую-то, значит, физичность. А, Сергей, извини, я перебил? Или... Ага. Влез. Ну, хорошо, ну, не знаю, ну, может быть, сделать слайд дополнительный, рассказать это поподробнее, ну, либо быть готовым объяснить, почему вы 50 оставили, а сколько-то там 450 отбросили, вот. Ну, то есть, нужно оценочные какие-то величины привести, почему вы так сделали, потому что... Потому что кто-то до вас так сделал, или потому что, ну, наверное, есть какие-то другие подходы, вот. А вот еще у меня вот вопрос по результатам расчета вот в зоне один. Вот... А, Сергей, можно тогда на этом слайде, чтобы не уходить, вот здесь написано вопрос маленький, в виде двух групп мод, что подразумевается по двумя группами мод? Моды по пространству, моды по времени. А, ну, это две матрицы, да. При их обратном перемножении получаются исходные данные. Потому что моды обычно в ходе, под модами подразумеваются именно пространственные моды, а по времени там что получится, то и получится. я понял. Моды по времени, вот. Поэтому здесь, наверное, под все-таки представляет массив в виде пространственных мод с какой-то зависимости от времени. Вот здесь вот в данном случае, в вашем исследовании получилось, что по времени тут хорошо представляется тоже в виде каких-то мод. Но к самому методу ПОД, по-моему, принципиальная особенность именно ПОДа, то, что в применении задачи гидродинамики, это то, что берется разложение именно в пространстве ищутся моды, то есть вот эти ну, как бы собственная функция, а по времени там что получится, то и получится. Поэтому вот эта формулировка второй абзац, ну, она, мне кажется, в общем случае к ПОДу не относится. Это вот именно здесь так можно представить результаты, что в виде двух групп мод по пространству и по времени. Ну, ладно, замечание маленькое. Надо будет нам еще поговорить об этом, да. Вот есть ли здесь результаты расчета для зоны 1 на каком-нибудь слайде? Вот хоть какое-нибудь поле расчетное? Поле нету, да? А тогда вот можно вернуться на слайд, где там было показано разбивка по трем подходам, зонам и какие были сетки и какие значит программы использовались? Вот был слайд какой-то? Вот такой еще есть. А, ну... И сейчас еще вот такой. Нет, стоп, не туда нажал. 33 слайд. Очень похоже на то, да. А нет, ну вот этот слайд, да. вот, то есть в области один использовался решатель, вот о котором говорил Матвей. И вот здесь вот говорится о том, что семь с половиной миллионов ячеек, да, было. Вот у меня вопрос, а вот проводилась ли какая-то оценка вот сеточной сходимости? Вот почему семь с половиной миллионов ячеек это достаточно? Вот откуда это следует? Или это как бы вот сделали так на глазок и это правильно? Мы в несколько подходов меняли сетку и смотрели на какой глубине будет лежать вот этот турбулентный слой. в нашей в нашем газоходе и мы старались подобрать сетку так, чтобы нормально разрешалось появление первых газодинамических неустойчивостей. Вот здесь находится поверхность интерфейс, чуть-чуть за нее, чтобы подробная сетка выходила, так же, чтобы она полностью охватывала цилиндр под соплом и чтобы задевала другой склон газоотражателя. На самом деле есть более строгие критерии. Если вы, Максим, вернетесь к слайду с валидацией. Вообще здесь... Сергей, погоди секундочку. На слайде с валидацией приведен график моделирования струи при Ренольдс 3600. в левом верхнем углу. Результаты моделирования показали, что нужно не меньше 30 ячеек диаметра вот такой струи, чтобы методом контрольного объема второго порядка с теми параметрами, которые заложены в OpenFoom, со схемой Эденса-Башфорта и схемой Ван-Мир, получить корректное, количественное и качественное акустическое поле и разрешить неустойчивость Келена-Гельгольца. Вот все, что меньше 30 ячеек для этого Ренольдса, это будет неправильно. Поэтому есть оценка минимального сеточного разрешения. Следующий это Ренольдс 70 тысяч. Там надо 50-60 ячеек. Вот исходя из этого критерия, из понимания, что у нас реальный системный Ренольдс это 10-7-10-8-й, но мы понимаем, что мы за счет сеточной вескости мы этот Ренольдс понизим, но возмущение от крупномасштабных структур, которые будут соответствовать Ренольдсу, скажем, до 70 тысяч, мы их разрешим. Исходя из этого, был выбран сеточный масштаб, а потом он был так распределен по объему расчетной области, чтобы включить струю, но при этом сэкономить расчетное время. Вообще вот напрашивается здесь какая-то характеристика или характеристики, может быть, какая-то интегральная величина, которая известна в литературе, и вот даже пускай вот на этой модельной задаче вот истечение струи, где здесь образуется неустойчивость Кельвина-Гельмгольца, показать, как меняется вот эта характеристика, какая-то типовая или интегральная характеристика, и как она зависит от ее значения, от, как ты говоришь, Матвей, количества ячеек на длину волны. То есть вот здесь можно показать как раз и оценку влияния сеточной исходимости для модельной задачи. И потом это явняется обоснованием, наверное, для того, чтобы выбирать вот семь с половиной миллионов ячеек для зоны один. Ну, наверное, так. То есть могут задать вопрос, вот, почему семь с половиной, а не пять с половиной или не десять? Вот. Ну, значит, вот такая работа была какая-то оценочная, проведена, и сделан был вывод, наверное. Но показать какую-то характеристику нужно обязательно. как она меняется. Вот, Сергей, большое спасибо тебе за замечание. Значит, тут важно еще следующее, что как я вижу дальнейшее развитие вот этого доклада. Часть из него должно превратиться в презентацию на защите Максима, которая состоится уже через, я так понимаю, три недели. Часть можно будет превратить в статью. Так вот, пикантность ситуации состоит в том, кто не знает, что Максим защищается на кафедре физики атомного ядра и квантовой теории столкновений. Вот. Поэтому нужно будет из этой презентации оставить только самая важная часть. Вот. Я записал порядка 12, включая то, что ты сказал, Сергей. А, значит, возможно, то, что будет совсем непонятно для слушателей на этой кафедре, наверное, стоит исключить. Но при этом все, что сегодня прозвучало, оно должно войти вот в статью, потому что это хороший материал для статьи. Ну, это просто как замечание такое с моей стороны. вот если вернуться вот на тот слайд, где было показано три разных подхода и три разных решателя, вот, Максим, можно вернуться? Да, вот здесь мне кажется, что вот здесь нужно быть готовым обосновать, почему вы использовали 7,5 миллионов ячеек для области 1, для области 2 132 миллиона ячеек, то есть это достаточно, ну, я на такой сетке никогда расчеты не проводил и всегда может возникнуть вопрос, а почему именно такая подробная сетка, а не другая, то есть нужно быть готовым обосновать выбор такого количества расчетных ячеек, пока что не очень понятно, ну, наверное, еще время есть, чтобы это поправить, вот, и вот, и вот, простите, ну, сразу пока Сергей говорит, можем показать эти области 1, 2, 3 на схеме, так, вот такой схеме, спасибо, Сергей, извини, я приду. Ну, хорошо, тогда спасибо большое, у меня вопросов больше нет. я хотел ответить на ваш вопрос частично, что если в зоне 1 я создаю сетку, то в зоне 2 сетка уже создается сама на основе числа курента, которые я ввел, вот, то есть изначально там ячеек столько не было, это под конец расчета их там столько понабивалось при развитии струи. Максим, все равно конечный шаг по сетке он выбирался исходя из того размера, который выбыл в области номер 1, то есть они на самом деле все связаны, вы помните, мы выбирали исходя из количества ячеек медиаметра, то есть Сергей правильно говорит, что нужно по крайней мере помнить об этом, помнить с чем связано это, по максимуму конечно надо эту информацию отразить где-то на слайде, если такие слайды есть. Вот сейчас Максим сказал, сетка в Амрек строилась по числу курента, она не по числу курента строилась, она по критерию, который непосредственно выбирается, в данном случае ринольдс или плотность была, то есть скорее всего ринольдс, то есть по числу ринольдс в зависимости там от числа ринольдс указанного производилось измельчение расчетной сетки, то есть не по числу курента, но я не знаю, это поговорилось, замечание такое. Давайте запишем, надо записывать. Можно мне пару вопросов или замечаний? Конечно. Вот в продолжение размера сетки, то есть количество ячеек, то есть хотел тоже такой вопрос задать, и вот когда прозвучало 70 тысяч число ринольдса и 10 седьмой, то есть такое впечатление, что вот это 7,5 миллионов ячеек, оно соответствует как раз 70 тысячам, то есть ринольдс 10 пятый, вот, а если ринольдс 10 седьмой, то возможно там нужно уже гораздо больше ячеек, ну и этот вопрос как-то связан со сходимостью вот как раз метода имплисит лес, о котором говорили до этого, то есть вот этот вопрос может возникать у людей, то есть скорее всего вот это 70 тысяч это соответствует какому-то уменьшенному эксперименту, ну так сказать, который можно в лаборатории провести, да, вот, а 10 седьмой это уже полномасштабный эксперимент в реальных условиях, и для него возможно уже не 7 с половиной миллионов, а порядка миллиарда ячеек, да, совершенно верно, если имплисит лес, если ДНС, ну там вообще невозможно считать низко, вот, и второй вопрос вот, ну более мелкий, по поводу поверхностного натяжения, то есть непонятно насколько оно здесь существенно и где оно там в уравнениях присутствует, это первое, и второе, прозвучало, что распад на более мелкие капли проходит под действием поверхностного натяжения, вот, казалось бы, поверхностное натяжение, оно наоборот препятствует увеличению кривизны, то есть способствует уменьшению кривизны и должно препятствовать распаду, разрыву поверхности раздела, ну физически как вот это все давайте я отвечу значит на первый вопрос надо ответить вот во-первых здесь лучше вернуться к модели в зоне один вот это будет правильнее то есть здесь поверхностного натяжения значит здесь здесь действительно поверхностного натяжения нет в самих уравнениях значит но дело в том что когда вода вырывается из устройств подачи она начинает дробиться на отдельные элементы и есть стадии дробления струй воды которые связаны с поверхностным натяжением здесь не указана эта модель модель аналогии Тейлора модель аналогии разрушения Тейлора но в этой модели использовалась именно эта модель дезинтеграции струи то есть поверхностное натяжение оно связано вот с этой подмоделью которая здесь не указана теперь что касается каким образом поверхностное натяжение помогает струе разрываться поверхностное натяжение оказалось очень такой интересной силой потому что с одной стороны оно позволяет при маленьких числах вебера содержать каплю в целостности помогает приобретать круглую сферическую форму но с другой стороны оно же является разрушающей силой для вытянутых для несферических форм значит вот струя когда начинает выходить из отверстия она сначала раскачивается теряет симметричность а потом она может разорваться на языки а вот язычки должны разорваться на так называемый волокон филаминс и вот эти филаминс под действием неустойчивости релеоплата которая схематично показана на рисунке справа снизу вот они под действием силы поверхностного натяжения будут рваться на отдельные кабли и в зависимости от соотношения сил поверхностного натяжения от соотношения плотностей газа и жидкости и силой вязкости инерции и массовой силы эти эффекты могут происходить по-разному пользуясь случаем могу рассказать что solver interphone эти эффекты не умеют учитывать а вот тот solver который я недавно сделал на базе уравнений квази гидродинамических он эти эффекты очень хорошо ловит ну тут такое впечатление что силы инерции они тут основное влияние оказывают на вот эти все разрывы а оказывается что и поверхностное натяжение помогает поверхностное натяжение помогает разрывать волокна длинные то есть вот водяная струя которая вырывается она проходит целую серию различных механизмов разрыва и где-то посередине поверхностное натяжение разрывает затем когда вот эти капли уже стали более-менее сферическими они все равно уже теперь под действием силы силы инерции они тоже могут распадаться на части и там уже поверхностное натяжение играет роль положительную то есть оно пытается сохранить сферичность ну хорошо еще вот одно маленькое замечание там была фраза что звук мелкомасштабных турбулентностей там что-то делает не могут быть мелкомасштабные турбулентности потому что турбулентность она одна а могут быть мелкомасштабные структуры или мелкомасштабные нестойчивости ну то есть вот спасибо замечание по тексту все спасибо И вам спасибо. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Ну, тут походу появились еще. Значит, если можно, график, который обсуждался, на нем одновременно была длина волны и частота, что-то такое. Вот эта линия желтая, это же фактически просто зависимость для звука, частоты в зависимости от звука. То есть это прямая, как бы переведенная в логарифмический масштаб. Так? Вот желтая линия. То есть желтая линия это длина волны, правильно? Ну, отношение длины волны к диаметру ракеты, да. Ну, да. Ну, диаметр ракеты постоянен, поэтому это просто длина волны. Поэтому, вот может быть, то есть, ну, вот эта желтая линия, это как бы тривиальная кривая, это просто линейная зависимость частоты от длины волны. Так вот, может быть, если такой график приводить, то здесь что интересно? Здесь интересен спектр реальный, то есть вот эта красная линия. Я так понимаю, интересно увидеть зависимость одновременно и от частоты, и от длины волны. Так вот, может быть, здесь стоит рисовать не правую, не справа рисовать вот эту шкалу, а наоборот, вот снизу сделать частоту, то есть временную частоту, а сверху сделать соответствующую длину волны. Вот тогда будет, ну, вот, или в чем идея этого графика? То есть, вот если идея в том, чтобы показать зависимость вот этой спектра красной линии, одновременно частоты длины волны, то, может быть, имеет смысл сделать снизу сверху, а не справа вот эту еще одну шкалу. Вот, потому что я не очень понял смысл тогда, вот, зачем справа эту шкалу рисовать. Алло? Ну, мы вообще хотели посмотреть, Ильяс, вот, если пользоваться критерием длина волны равна характерному размеру, какой диапазон частот точно является прозрачным, оказалось, небольшой. Стоит ли вообще этот график показывать, я не знаю. Можно его действительно превратить, ну, повернуть, как ты говоришь, отложив снизу длины волны. Да, ну, вот зачем здесь длина волны, если длина, вот, именно хочется посмотреть зависимость от длины волны, так ее можно просто и нарисовать в каком-то масштабе именно по горизонтально, а не переводить справа. Ну, ладно. А, и заодно здесь вот то, что слева, ну, действительно, получается, если ситуация полностью симметрична, то происходит увеличение сигнала на 3 децибела, то есть просто-напросто сигналы складываются. Если точка наблюдения находится прямо посередине. Да, и точка наблюдения прямо посередине. Но в реальности, разумеется, вот вы посчитали слева только в расчетной области, а в реальности, конечно, там всякие структуры ходят, движения не симметричны. И поэтому говорить о том, что здесь они ровно сложатся, тоже может быть, это некоторое будет завышение, может быть, стоит сказать, что это вот такая оценка, но на самом деле из-за интерференции там может быть воздействие несколько ниже, чем просто суммарное. Вот, потому что интерференция, конечно, там гасить что-то будет друг друга. Но складывать сигналы в двух точках, по-моему, было бы неправильно. Или можно? Вот, Ильяс, идея была какая, что ты видишь точку 1? Да. Вот, и есть точка 4. Так вот, идея была такая, что если все симметрично, то сигнал в точке 1 от левого газохода – это то же самое, что сигнал в точке 4 от правого. Правильно? Тогда, если надо получить сигнал в точке 1 от левого и от правого, можно взять сигнал в точке 1 от правого и прибавить к нему сигнал в точке 4 от правого. По крайней мере, спектрально, если в спектре. Ну да. Не, ну да, все, не, не. В целом подход, мне кажется, правильный. Единственное, что он дает… А вот, а истории по времени можно складывать или нет? Вот я не уверен в этом. Если взять не спектры, а просто историю по времени. Ну, если бы у тебя была такая ситуация, что у тебя действительно такие… Ты знаешь на 100%, какой у тебя сигнал идет с одной стороны и с другой стороны, то нужно, конечно, складывать прямо по времени. Ну, потому что если ты… У тебя вот, например, есть два источника звука или света, если ты измеряешь в результате в какой-то точке, там интенсивность какую-то, то, разумеется, у тебя складываются просто временные зависимости, самые настоящие сигналы, а не амплитуды. Вот. И там, разумеется, возникает интерференция, и что-то иногда гасится взаимно, и что-то увеличивается. Поэтому здесь, наверное, оценка, что, в принципе, амплитуды можно сложить, но это дает некоторый завышенный результат, потому что всегда есть какая-то интерференция. Ну, на деле так и получилось. Вот тут коричневая линия – это сложение напрямую сигналов. Вот тут она почему-то себя странно везет, а в основной части у нее прям просадка, что там, что тут. Ну да, но здесь вот на эту мгновенную картину сложения двух сигналов тоже ориентироваться нельзя, потому что, ну, это какая-то вот мгновенная. То есть вот взяли два сигнала, какое-то вот непосредственное… Погоди, это спектр? …численное, их сложили и получили какую-то картину. Надежнее результат, мне кажется, как раз вот складывать именно амплитуды. А, здесь, кстати, это картинка для амплитуд или для квадратов амплитуд? Так. Есть три варианта. Тут все три принадлежа. Могу рассказать. Хорошо, Максим. Вот, значит, у нас было три способа складывать два сигнала. Первый – складывать их напрямую, что в каждый момент времени берутся суммы двух отклонений. Второй – добавлять три децибела к большему из них. Третий – это предполагать, что амплитуда суммарного сигнала равна корню и суммы квадратов амплитуд. А, ну тут квадраты опущены, да? Там на самом деле… Ну тут много чего опущено. Там формула на строку. А, ну вот. Не, ну такое все-таки лучше помещать на картинке и по осям тоже помещать, что здесь отображается. Вот. А, ну понятно. То есть здесь корень квадратный и сумма квадратов амплитуд. А почему не просто полусумма? Так, ну ладно. Полусумма, Ильяс, будет тогда, когда они еще к тому же экогерентные. И тогда они добавят 6 децибел. Ну да, то есть вот с этим уже появляется. А мы про вот эту разность фаз мы ничего не знаем. Ну и четко в литературе написано, если разность фаз неизвестна, предполагается, что она нестабильная, тогда косинус равен нулю. И смотрим только вот на это. А, ну понятно. Ну, тем не менее, это получается сдает некоторую завышенную оценку, но, видимо, не сильно завышенную. Это же действительно отсмотреть в литературе. А еще такой вопрос. А зависимость во времени нигде не приводилась. Вот этого сигнала от времени просто тоже было бы, может быть, интересно взглянуть. Нет, не приводилась. Но в любом случае она выходит на стационарный какой-то режим. То есть это уже такой стационарный, хаотический режим, да? Который можно анализировать. Да, мы проверяли, Ильяс, спектры Фурье для вот этой поверхности, которая между областями 1 и 2, и следили, чтобы нулевой коэффициент ряда стал на три порядка меньше, чем все остальные. Это хороший показатель того, что течение стало установившимся периодичным. А, ну понятно. Ну это хорошо. То есть здесь постоянно, получается, это моделируется, разумеется, не полностью весь процесс, как там поджигается, грубо говоря. Да-да-да, тут только с момента, когда до него дали все. Это непосредственно такие стационарные граничные условия и, соответственно, стационарный процесс с какими-то характеристиками, с спектральными характеристиками, которые не меняются по времени. Ну, понятно. Ну, вот такое пожелание все-таки на графиках поставить все обозначения тоже, потому что это бросается в глаза. Ну, спасибо. Все. И вам спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы? Или мы считаем, что вопросы исчерпаны? Тогда, может быть, попробуем поблагодарить докладчика. Тут есть кнопка похлопать. Есть рейсхенд, а есть... Как похлопать? Нет, есть кнопка похлопать. Там есть реакции, да, и похлопать, и палец вверх. А где это? Рядом с демонстрация экрана, с компьютера, если сидеть. А, понятно. Ну, в общем, спасибо, Максим, за интересный доклад. Ну, на этом я считаю, что семинар состоялся. Большое спасибо всем, кто принимал участие, кто дал ценные замечания. Они, несомненно, улучшат эту работу. На мой взгляд, работа вызвала интерес. И пожелаем Максиму Владимировичу успешной защиты дипломной работы 25 числа. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова